Как убрать картинку из головы? Самые смешные женские вопросы психологу. Вопросы психологу очень часто бывают, мягко говоря, странными. Особенно, когда речь заходит об любовных отношениях. Психолог, сексолог и соведущая реалити Эксы на новом канале Наталья Ежова поделилась на сайте самыми необычными и даже смешными вопросами, которые ей задавали женщины. Как убрать картинку из головы? Этот вопрос мне задала одна художница. Она много времени уделяет творчеству. И у нее в голове часто появлялась какая-то картинка. И жила там до тех пор, пока художница ее не нарисует. Мой совет. Если у вас есть в голове какая-то картинка, то нужно просто воплотить в жизнь то, что она вам подсказывает. Что делать, если муж пошел к психологу? Он заболел. Очень часто мужчины и женщины путают психолога с психиатром. Поэтому и возникает подобный вопрос. Женщины думают, что муж заболел, и его заберут в психбольницу. Поверьте, такой страх реально существует. На самом деле, поход к психологу – это о психологическом здоровье, а не о медикаментозном лечении. Мой муж себя плохо ведет. Я хочу записать его к психологу. Это я называю перенос проблем на супруга. То есть, я хочу вылечить мужа, а сама лечиться не хочу. В таких случаях, как вы понимаете, помощь нужна тому, кто обращается. У партнеров такие моменты, в большинстве случаев все хорошо и спокойно. Негативные эмоции могут быть очень полезны. Ученые удивили заявлением. А вы даете гарантию, что мы с мужчиной сойдемся. Женщины часто спрашивают о гарантии действенности советов, о гарантии того, что у нее получится решить все проблемы с мужем. Это перекладывание ответственности на психолога. Но психолог – не бабка-гадалка, и тут нет никаких приворотных зелий. Это человек, с которым вы вместе работаете над здоровой психикой, 50 на 50. Как сделать так, чтобы мужчина сделал мне предложение? Тут история, схожая с предыдущими пунктами. Мы не можем заставить другого человека что-то делать. Мой совет – женщине самой нужно измениться и стать той, кому хочется сделать предложение. Этот запрос нужно чуть-чуть переформулировать и спрашивать так. Какой мне нужно стать? Что изменить в себе, чтобы мой мужчина сделал мне предложение? С этим вопросом спокойно можно обращаться к психологу. Что мне делать, если я разговариваю с собой? У меня шизофрения. У каждого из нас есть части личности. Это взрослый, ребенок, и зрелая наша часть. Поэтому нормально, если мы ведем переговоры внутри себя. Не пугайтесь этого. Берегите свое психологическое здоровье и помните, что каждый из вас несет ответственность за свою жизнь и настроение. Читайте также о том, как не испортить отношения во время локдауна.